Боятся остаться без жилья. Семья в Старом Кировске проживает в частном доме, пристроенном к ветхой двухэтажке. Ее признали аварийной и хотят сносить вместе с добротным одноэтажным строением. За помощью люди, обеспокоенные перспективой лишиться своего дома, обратились к депутату-коммунисту Ивану Федину. На встречи с людьми побывала и наша съемочная группа. Чита Демидовов получила квартиру по адресу 1-й граничный переулок 4-9 в 1994 году от мукомольного комбината. Квартира представляла из себя пристройку к двухэтажному деревянному строению 1956 года постройки. Как рассказывают люди, они почти сразу начали капитальный ремонт дома, переделку межкомнатных стен, крыши, пола. Супруги, заручившие всеми необходимыми документами и разрешениями, собственными силами превратили часть хилого деревянного жилья в капитальный, отделанный кирпичом частный дом. В 2007 году дом удалось приватизировать, а двумя годами позже, в 2009 году, от скромной пристройки не осталось ничего, чтобы о ней напоминало. На ее месте теперь стоял самый настоящий кирпичный дом, площадью почти 64 квадратных метра и обустроенное домашнее хозяйство. У нас оборудованного, у меня огород, я когда заехала, здесь огород был, коноплёй заросший, были наркоманы. Все облагородили, все, он нас кормит этот огород. У нас же все отопление, мы все сделали, сделали канализацию, воду провели, все мы сами сделали, за свой счет. И все построено за свой счет. У меня построена баня. Баня есть. У меня есть варьер для собаки, который охотничья собака, ее никуда не денешь. И для дров, как частный дом. Но уже в 2010 году весь дом, включая в прошлом ветхую пристройку, признали аварийным жильем и поставили задачу расселить и снести. В 2015 году все два этажа опустили. Кто-то из прошлых жильцов получил квартиры, кто-то – денежные компенсации. Чита Демидовых со своего собственного выстроенного самостоятельно жилья съезжать, разумеется, отказалась. И начались судебные тяжбы. На супругов подавала в суд администрация с требованием выселиться с получением квартиры или денежных средств на покупку нового жилья. Демидовы съезжать отказались. Как рассказывает Александр Демидов по итогу суда в 2017 году, администрации было отказано в выселении жильцов. В 2021 году начался повторный процесс выселения. И начался он, по словам Демидовых, потому что пять лет назад семья якобы заявляла о денежной компенсации. Но люди уверяют, никогда за свой дом они ничего не просили. И выезжать по-прежнему не собираются. Прошло пять лет. В прошлом году, 17 августа, началась процедура отъема жилья нашего. А 24 декабря я только узнал по секрету от судей, шепотом, свои куда на проповедь начинает читать перед судом, что якобы мы в 2017 году заявили о компенсации. Это никакой компенсации мы не заявляли. Мы пришли с проектом, со всеми разрешительными документами, что у нас законное новое жилье построено. По словам людей, ни одна из комиссий и проверок не помогла доказать, что дом не является ветхим. Решением суда прошлого года стало изъять жилое помещение с выплатой 3 миллионов 345 тысяч рублей собственникам. Чита Демидовых считает, что на такую сумму сейчас даже захудалый частный дом купить просто невозможно. А в квартиру из собственного дома с баней, гаражом и огородом Александр и Татьяна переезжать не хотят. И вы как вы думаете, за 3 миллиона можно в принципе жить? Я думаю, нет. Однокомнатную купим где-нибудь на окраине Омска. А куда я дену? Гараж. Куда я дену баню? Огород 30 лет, который надо скорбить. Я в областном суде говорю, а куда я дену это все? Собаку мне что охотничью, которая меня из-под медведя в 2015 году вытащила. Мне застрелить или повесить ее? За помощью люди обратились к депутату Омского городского совета от КПРФ Ивану Федину. Народный избранник считает, что двухэтажку действительно нужно сносить по программе ветхого аварийного жилья. Но дом Демидовых можно оставить нетронутым. Это вполне реально, так как дом уже несколько лет полностью автономный от старой деревянной постройки. Действовать, как говорит коммунист, нужно быстро, чтобы люди не оказались на улице. Он уже отправил запросы и требования во все необходимые инстанции, чтобы семью наконец-то оставили в покое и позволили жить в своем доме. Я поднимал вопрос на профильном комитете по ЖКХ. Это раз. Руководителям департаментов вопрос этот ставил два. Направил официальное обращение мэру города с приложением обращения Демидовых ко мне. Это три. Я понимаю, тысячи людей нуждаются в расселении. Они вопиют, говорят, расселите нас. У нас потолки валятся, пол проваливается. Вот аварийное ветхое жилье. Здесь нету этой проблемы. Прицепились к людям. Выселяйтесь, убирайтесь. То есть это бездушная машина, когда не вникая в проблему под одну гребенку. Чита Демидовых люди далеко не молодые. И на бесконечные судебные тяжбы у них нет ни здоровья, ни средств. А при мысли о том, что они могут лишиться собственного уголка, возводимого тяжким трудом, у них на глаза наворачиваются слезы. А решение остается неизменным. Они никуда не поедут из своего дома. Ну я никуда отсюда не пойду. Я наложу на себя руки, но я отсюда не пойду. Я семь грыж нажила. Я больной человек. Я никуда отсюда не пойду. Если они приедут выселять меня, я обожгу себя бензином и сгорю. Я сгорю здесь. Я не уйду отсюда.